Зубарев Вячеслав Викторович Зубарев Вячеслав Викторович Из-за бизнеса, который начался с продажи автомобилей «Лада», если я правильно понимаю из-за предыдущих ваших высказываний, как вам удалось построить такой крупный бизнес с 23-мя дилерскими контрактами, 70-ми автосалонами? Ну, как говорят, степ-бай-степ, шаг за шагом. Я, конечно, когда в 93-м году начало деятельности было, я не представлял те масштабы, которые есть сегодня. Но всегда мы были достаточно амбициозны, всегда мы ставили перед собой большие цели, которые казались большими на тот момент, но и стремились их все-таки достигать. Какую долю в вашем успехе играет удача и везение? Ой, ну в процентах я не берусь судить, потому что я вообще не представляю, как это можно опроцентовать и оцифровать. Но, безусловно, удача и везение – это важно для любого бизнеса, да и вообще для любой жизни, любого человека. Было ли желание у вас бросить бизнес? Никогда. Есть ли у вас в жизни наставники? Ну, думаю, что в моей жизни много наставников было. Не в том смысле, что кто-то меня наставлял намеренно, а тех людей, у которых я чему-то научился. У кого последнего вы и чему научились? Ну, вот я не фиксирую для себя, что вот это, ну, во-первых, у меня нет абсолютных кумиров, вот которых я вижу, что у каждого, все люди, абсолютно все. У кого-то есть сильные стороны, у кого-то есть слабые стороны, кто-то в одном силе, кто-то в другом. Поэтому, когда видишь какие-то образцы, которые тебе кажутся важными и позитивными, положительными, которые могут повлиять, ты на уровне подсознания стремишься как-то этому подражать. Такого вот, чтобы прям учиться у какого-то конкретного человека, да нет. Я, безусловно, внимательно смотрю и слушаю, когда предоставляется такая возможность, либо читаю, когда такая возможность тоже есть, тех людей, которые добились успеха и которые делятся своими именами. Но все-таки это информация к размышлению, а не программа действий для меня. Какие у вас принципы в бизнесе? Ну, я считаю, как-то может кому-то странным показаться, что очень важно в бизнесе быть честным. Это раз. Это распространенный у нас ответ. Да, но в бытовом мнении очень часто считается, что для того, чтобы успеха добиться, это нужно обязательно обхитрить кого-то. То, о чем мы говорили перед программой с вами. Да, но... В случае мнения в обществе. Но все-таки я считаю, что, честно быть, ну, легче и выгоднее. Легче в том смысле, что в этом случае человек чувствует себя гораздо комфортнее, а выгоднее, потому что любой обман, любая хитрость, она вскрывается достаточно быстро. А жизнь, как правило, продолжается, дай бог, долго. И у людей, ну, и у предприятий, по крайней мере, успешных. Поэтому любая хитрость, любое коварство, оно вскроется и бумерангом вернется. Ну, это первое. И второе, это нужно понимать, что, как правило, бизнес – это взаимодействие с другими людьми, с другими организациями, с другими партнерствами. Это множество взаимодействий. Так вот, умение находить решение не так, что я выиграл, ты проиграл, а так, что мы оба выиграли, чтобы это нам было выгодно обоим. Вот поиск такого решения – это как раз вот та ниточка, за счет которой можно сделать долгосрочный устойчивый бизнес. Невозможно долго сотрудничать, когда выгодно только тебе. Казалось бы, это истина. Я еще помню, там, в школе читал, как сейчас помню, там, такую книгу поучительную. Это «Как располагать к себе людей» Карнеги. Карнеги, да. Карнеги, да. Дейл Карнеги, да. Даже там доступным языком написано, что многие люди забывают об интересах других, но очень хорошо помнят об интересах своих. Ну, правда, конечно, там Карнеги учил манипулировать людьми, там, значит, это устаревшая, наверное, теория на сегодняшний день. Все-таки нужно быть искренним более. Но вот это первое, когда я задумался о том, что, ну, действительно, нужно постоянно помнить о том, что не только, нужно думать не только о своих интересах, но о интересах тех людей, с которыми ты живешь, с которыми ты работаешь. Это в конечном итоге залог успеха. Видимо, потому что он учил манипулировать, он закончил жизнь один, к сожалению. Ну, я, наверное, не самый удачный пример привел, там, с Дейлом Карнеги, это как раз про искренность, там не так много. Я опускаю все остальное, там, засколько. Но вот сама идея, посыл о том, что люди, посмотрите вокруг, не фокусируйтесь только на своих интересах. Вы посмотрите на интересы других. Я считаю, что в бизнесе это обязательные условия. Что не должен делать предприниматель? Первый, не должен бояться. Второе, должен опасаться. Как это заместить? Вот это как раз очень важно различить. То есть должен обладать достаточной смелостью, но ни в коем случае не безрассудством. Поэтому, да, я именно специально употребил эти два. То есть нельзя быть без смелости, дерзости начинать бизнес, но и безрассудство, ну, храбрость, переходящее безрассудство, это для предпринимателя тоже пагубно. Какие достижения в бизнесе на сегодняшний день, которыми вы действительно гордитесь? Ну, наверное, все-таки я горжусь тем, что компания, выросшая с нуля и совершенно маленькая компания, стала лидером, одним из лидеров автобизнеса в России. И, безусловно, если там уж говорить по-честному, это доставляет удовлетворение, позволяет гордиться результатом. Но главное, все-таки я доволен, ну, или можно сказать, горжусь тем, что у нас сформирован коллектив, который способен меняться, изменяться и работать над своим развитием. Это очень важно, потому что в мире ничего нет постоянного. Мир постоянно меняется. Чем дальше, тем с более быстрой скоростью происходят изменения. Поэтому до сегодняшнего дня наш коллектив справлялся с теми вызовами, которые делала жизнь достаточно успешно. И выходил из сложных ситуаций закаленным и более профессиональным, более опытным, более уверенным в себе. Я надеюсь, что это будет продолжаться всегда. Ну, над этим надо работать. Но вот то, что мы до сего момента с этим справлялись, это, безусловно, тоже предмет гордости. А какая была ваша самая большая ошибка в бизнесе? Ну, чтобы было так много, что и самое большое, я не могу припомнить. Ну, слава богу, самой большой ошибки не было и, надеюсь, не будет. Чтобы бизнес не закончится. Да. У меня сегодня тоже спросили, у вас, говорит, о реальном времени. У вас в 30-м году останется бизнес или нет? Вот они с этого начинают вопрос каждому предпринимателю. Ну, жизнь покажет. Какие цели вы ставите на 10 лет вперед? Ну, на 10 лет вперед, если говорить про бизнес, цели выражены и оцифрованы, но очень сложно. Потому что для того, чтобы ставить цели, нужно спрогнозировать ситуацию. Я не берусь поставить точный прогноз 10-летнего развития экономики страны, уровня жизни в стране и вообще в стране. Поэтому мы понимаем то направление, над которым надо работать. Стратегические цели – это повышение эффективности компании и повышение постоянной работы над улучшением клиентоориентированности наших сотрудников. Какое место бизнес занимает в вашей жизни? Ну, большой. Опять же, я не готов ранжировать, что на первом месте семья, на втором месте. Я не понимаю этих мест. Жизнь человека должна быть гармоничной. И у всего там есть свое место. Не должно быть перекоса явного в какую-то сторону. Безусловно, бизнес занимает в моей жизни очень большую роль, я бы сказал, огромную. Но это не вся жизнь. Я считаю, что любой человек, в том числе бизнесмен, и, безусловно, я придерживаюсь этого правила, живет, должен жить гармоничной, полноценной жизнью. Самый большой дефицит, самая большая проблема, конечно, это времени. Его постоянно не хватает на все. Но времени, да, действительно не хватает. Но, тем не менее, и для жизни, не связанной с бизнесом, нужно его находить. Потому что по-другому я считаю, что разрушаться будет... Ну, во-первых, это неинтересно так жить. Во-вторых, это в конечном итоге будет пагубно для бизнеса. Потому что происходит незаметное для тебя разрушение личности. А если ты личность неполноценная, негармоничная, вряд ли ты будешь успешным бизнесменом. Если завтра вам скажут, что вот у вас есть день, который вы можете провести так, как вы хотите, на что вы его потратите? Ну, я, в общем-то, большинство дней провожу, как я хочу. Вот вообще, свободы от всего вообще нет. Не встречи, ничего. Что вы сделаете? Мне не доставляет удовольствия. Ну, у меня бывает отпуск, когда у меня нет деловых встреч никаких, я с удовольствием трачу. Вот как-то вот такой вот мечты, что вот сбросьте с меня все. Я хочу глотнуть свежеосток. Да, я живу полноценной жизнью, вполне. Поэтому, да, безусловно, мне нравится отдыхать. Мне нравится отключаться от каждодневных забот бизнеса, как и любому нормальному человеку. Но завтра у меня рабочий день, завтра, правда, суббота, но в субботу у меня половина дня рабочего, я его хочу провести на работе. Вторую половину дня для оздоровления, то есть занятия спортом, там, какие-то спа-процедуры. Потом в кругу семьи, так что мне нравится моя программа на завтрашний день. У меня нет желания как-то его изменить. Я хотел спросить традиционный наш вопрос, мы говорили о том автобиографиях. Вот какую книгу вы могли бы посоветовать нашим телезрителям? Ну, если говорить про бизнесменов, кто увлекается бизнесом, то есть книги, ну, книга одна, но, во-первых, всем людям нужно лучшие книги классической литературы читать, которые дают понимание морали, дают понимание, что ценности жизни, житейских. Если с точки зрения самоорганизации своей жизни и бизнес-литературы, называя ее бизнес-литературой, это, в смысле, не художественная литература, то я читаю Стивенкович «Семь навыков высокоэффективных людей». Ну, а бизнес-литература в зависимости от того, какие проблемы на данном этапе жизни у человека наиболее актуальны. Если он начинающий и пока его бизнес заключается в его взаимодействии с клиентами, то клиент на всю жизнь, если это уже человек, который озабочен, бизнесмен, который озабочен своим организацией своего рабочего дня, чтобы более эффективно, больше успеть, то, наверное, про тайм-менеджмент, там, тайм-драйв, по-моему, есть там какая-то книга, да, там. То есть нет такой одной книги, которая на все случаи жизни. Вот действительно интересно, Карл Сьюзи, клиенты на всю жизнь, это по опыту именно руководителя автодилерского центра, самого успешного. Я думаю, что у вас она как красная книга. У нас она обязательно для прочтения всеми сотрудниками предприятия является. Я теперь понимаю, почему все менеджеры по продажам трансфер-сервиса смотрят на меня влюбленными глазами. То есть они меня оценивают не в покупку одного автомобиля, а в моей покупке за 20 лет. Мне очень приятно это слышать, к сожалению, и не все, и не всегда. И над этим мы работаем, над этим нам еще предстоит много поработать. Потому что так уж человек устроен, что на стадии, когда вот хорошо бы вот так всем измениться, да, конечно, хорошо, я за. Но вот теперь давай ты меняйся. Вот здесь самое сложное начинается. Что я за то, чтобы все хорошо работали, хорошо менялись, хорошо учились, но я сам вот в себя часто не замечаю. Поэтому недостаточно прочесть какую-то хорошую умную книгу. Важно правильные выводы сделать. Еще более важнее нужно побороть свою лень, свое нежелание и действительно воспользоваться теми советами, которые ты подчеркнешь из этой книги. Вы знаете, я вот просто вспоминаю, мы сейчас начали говорить о потребителях. И я действительно свою первую иномарку приобрел в вашем автосалоне. Потом наша группа компаний приобретала очень много корпоративных у вас автомобилей. И вообще вот я так думаю, что многие, кто вообще знакомится с качественными автомобилями, именно у вас. То есть вы считали, какой процент рынка в количестве покупок занимает группа компаний «Трансферс» на тех рынках, где работает? Ну, мы сами не считаем. Это существует организация, которая владеет статистикой. К сожалению, во многих случаях она достаточно кривая. Ну, по нашим оценкам, мы на рынке Татарстана в сегменте не самых бюджетных автомобилей, ну, то есть, если исключить самый дешевый сегмент, то я думаю, что где-то там от третий до половины рынка. То есть, либо каждый третий, либо каждый второй автомобиль приобретается в ваших салонах? Да. Если в целом, то, наверное, каждый третий, если, значит, из более дорогого сегмента, то не менее половины. То есть, получается, что ваш сервис – это и есть та культура, с которой сталкивается и потребитель. То есть, и он складывает свои впечатления вообще о культуре владения автомобилем, сервиса автомобилей. Это ответственность или это возможность? Ответственность – это и возможность, и ответственность, потому что это одно от другого неотрывно. И, ну, это наша главная забота, потому что, повторюсь, мы вот сейчас озадачены тем, как поднять эффективность и клиентоориентированность нашей компании. К сожалению, сегодняшний уровень нашей работы лично меня не устраивает. Мы намерены его повышать. Ну, мне кажется, это правило любого предпринимателя. Если его будет устраивать тот уровень, который у него есть сейчас, то эта компания уже не имеет потенциала для развития. Ну, наверное, да. Если ты доволен всем в сегодняшней жизни и ничего не собираешься делать, то завтра хорошо быть не может. Это я знаю только из анекдота, что так думает абориген под пальмой, потому что у него есть солнце, вода и бананы. Ну, тут много анекдотов с прямо противоположными выводами аборигенов и предпринимателей, да? Я не хотел сопоставить. В одном случае абориген наивен в одном выводе, в другом выводе наоборот он наиболее мудрый, потому что, собственно, зачем, когда все есть. Согласен. Вы один из многих предпринимателей, который видел предпринимательство в начале развития рыночной экономики в России сейчас. Что изменилось? Ну, я думаю, что уровень требований профессионализма успешных предпринимателей сейчас несопоставимо вышел. В начале развития, в период дикого капитализма, как его часто называют, или, ну, как угодно можно назвать, но 90-е годы, там самая главная смелость, дерзость. Это вот, если у тебя эти качества есть, то велик процент вероятности, что ты будешь успешным. Сегодня только этих качеств недостаточно. Должна быть расчетливость, бизнес-интуиция, ну, и набор профессиональных качеств, как управленца, как экономиста, как коммерсанта, как маркетолога. То есть, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще, потому что, ну, все-таки сейчас существует правило, по которым работает бизнес. Ну, уже одно то, что криминальная обстановка сегодняшних 90-х годов, они несопоставимы даже, это уже большой плюс для предпринимательства, потому что там еще риски были связаны просто, ну, с опасностью физической. Конечно, в какой-то степени это сохранилось сейчас, время от времени мы слышим какие-то громкие истории, но все-таки это не имеет массового исключения, чем правило. Ваша предпринимательская деятельность, она сталкивалась здесь, в России, постоянно с кризисами. Ну, не только моя. Да. Вы сталкивались в своей деятельности уже с целой чередой кризисов. Как это влияет на вашу отрасль и на вашу компанию? Автобизнес, наряду со строительством, наверное, две самые чувствительные к экономическим кризисам отрасли экономики, потому что, от чего в первую очередь, столкнувшись с экономическими трудностями, отказывается человек от дорогих покупок? Это квартира и машина. Я думал, что в ресторан перестанут ходить. Я вот всегда тоже критиковал кризис. Ну, ресторанный бизнес тоже, безусловно, страдает, как и многие другие, но все-таки в процентном отношении не так сильно. Это показывает статистика. И также покупки юридических лиц компаний меньше начинают строить, думать о развитии, они больше о выживании думают, ну и, соответственно, меньше закупают автомобильной техники и каких-то капитальных сооружений. Вот, поэтому, безусловно, каждый кризис – это тяжелейшее потрясение, но это, с другой стороны, мобилизация. То есть, во всем, по-моему, китайский иероглиф же кризис означает, кроме того, что опасность, еще и возможность. Так вот, я считаю, что кризис этой возможности не столько даже экспансия количественной, сколько возможности в своем развитии, потому что кризис – это стресс. Стресс – это дополнительный толчок для ускорения развития человека. Как бы мы там ни старались, но когда все хорошо, 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 мы неизбежно начинаем расслабляться. Мы неизбежно снижаем уровень требований к себе, к другим, потому что, ну, все же хорошо. Когда же появляется опасность, происходит некая мобилизация, стресс. И здесь, я считаю, что в этом отношении это положительное явление от кризиса. Вот у меня сложилось такое впечатление, что в период кризиса группа компаний «Трансферс» наоборот выросла. Причем этот рост был существен на фоне того, что другие закрывались. Если мы говорим про 2008-2009 год, мы, безусловно, упали в продажах очень сильно, но сумев перестроиться, именно повысить эффективность, мы успешно пережили этот кризис экономический. Когда, ну, как кризис же – это стресс, и многие компании его не выдержали, а свято место пусто не бывает, эту нишу на рынке кто-то должен был заполнить. Это заполнили мы. Поэтому после выхода из кризиса у нас был очень резкий рост, очень большой рост, и наша доля рынка приросла и очень сильно. Это, безусловно, так. В сам кризис мы неизбежно падаем в количественном отношении. И вот в этом году, к сожалению, у нас, ну, не в этом году, а в прошлом году, в 2015 году, к сожалению, у нас было очень серьезное падение по объему. Хотя это падение было меньше, чем на российского рынка, но тем менее оно было, и это для нас стресс. Ну, вот мы стремимся с этим справиться. Какое самое большое количество автомобилей вы в год продавали? Мы в год продавали без малого 60 тысяч в 2014 году. И какой оборот группы компаний? Ой, оборот, если мы без НДС, самый большой был, там же где-то порядка 50 миллиардов. Серьезный, очень крупный бизнес. Сейчас меньше. У меня еще есть один вопрос. Насколько западная, восточная культура, именно тех партнеров, которых вы здесь представляете, влияет на развитие вашей компании, ваше мировоззрение? Ну, мировоззрение все-таки формируется у каждого человека индивидуально. А если бизнес-культуру компании смотреть, то, безусловно, мы у каждого партнера стремимся научиться взять то лучшее, что есть из его практики. Кто больше всего повлиял? Ну, по ментальности все-таки нам ближе, я считаю, что западная культура, как бы там ни было, но восточная культура, она более сильно отличается. Нам тяжелее понять ментальность, я не говорю, что она хуже, лучше, но она просто тяжелее нами воспринимается. Что касается бизнес-культуры, естественно, тоже, учитывая ментальность людей, нам ближе, я считаю, что вот западная. Хотя учиться нужно и перенимать и у тех, и у других. Та же Toyota, да, у Toyota, например, это поучительная книга и вообще поучительная информация, как для восточной, так и для западной культуры. Есть общие мировые тенденции, вот лучшее из них надо перенимать. Какое вообще будущее ждет автомобилестроения? Если далекое будущее, то сильное видоизменение, потому что понятно, что будут беспилотники, понятно, что города захлебываются от количества автомобилей, поэтому город будущего будет сильно видоизменяться. Автомобили в нем будет значительно меньше, наверное, больше значения общественного транспорта. Тем не менее, я считаю, что автомобиль в каком-то видоизмененном виде, который будет более экологичным, более безопасным, может быть, переменит возможности функции, расширит функционал по сравнению с сегодняшним автомобилем. Но он будет существовать, потому что люди будут передвигаться. Кроме того, я считаю, что все-таки люди сохранят желание пережить позитивные эмоции от вождения автомобиля. Поэтому меняться будет, но и думаю, что автомобильные индустрии ждут большие потрясения и изменения. Тем не менее, мы должны эти вызовы принять, мы должны уметь перестроиться и, соответственно, остаться в рынке. Спасибо, Вячеслав Викторович. А сегодня у меня в программе был человек, который на протяжении последних 23 лет доказывает, что автомобиль – это все-таки средство передвижения. И благодаря именно этому человеку и этой группе компаний практически каждый второй житель нашей республики знакомится с качественным автопромом. Всем спасибо, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин